Беседа 39.17.32 Услышавшие воскресенье мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Почему Павел, успевший так убедить афинян, что они говорили, «Послушаем тебя» в другой раз, тогда как не было опасности, спешил оставить Афины. Вероятно, он не ожидал здесь большой пользы, а с другой стороны, он был веден духом в Каринф. Некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали, между ними был Дионисия Репагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. После всего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф и нашел от некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, прискил у жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удаляться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Точно, как я сказал, он был введен духом в Каринф, где должен был остаться. Афиняне, хотя и любили слушать новости, но не были внимательны к проповеди. Они не показали никакого усердия, а старались только о том, чтобы постоянно иметь какой-нибудь предмет для разговора. Это и было причиной, что они отступили от Павла. Но если у них был такой нрав, то почему они обвиняют его, что он проповедует чуждых богов? Потому что это учение для них было весьма непонятно. Впрочем, он убедил Дионисия Репагита и некоторых других. Те, которые заботились о благоустроении своей жизни, скоро приняли слово, а прочее нет. Павлу казалось достаточным, что он посеял, по крайней мере, семена. А тогда протекла уже большая часть его жизни, так как он скончался при Нероне. Между тем, воздвигнуто было Клавдием гонение на иудеев, хотя издалека, но не напрасно. Чтобы, хотя таким образом вразумить их, из Рим они были изданы как люди и вредные. Потому по устроению Божьей случилось то, что Павел отведен был туда, как кузник, не за тем, чтобы быть изданным оттуда, как иудеи, но чтобы остаться там и действовать под стражей. И прибыл, говорит, писатель у них. Так, какое я нашел оправдание жить с ними? Здесь особенно требовалось, чтобы он не брал содержание от церкви, как он и сам говорит, чтобы не быть кому в тягость, чтобы то, чем они хвалятся, лжиапостоль, были такими же, как и мы. Потому и устрояется, что он живет здесь. Во всякую же субботу он говорил в синагоге, убеждал иудеев и елинов. А когда пришли из Македонии силы Тимофея, то Павел, понуждаемым, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. То есть они оскорбляли его, нападали на него. Так они делали. А что Павел? Он оставляет их, и при том с великой угрозой. И уже не говорит, что вам должно было первым услышать слово. Но и с внешним знаком обращается к ним. Но как они противились и засловили, то он, отрясший одежду свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крис, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Смотри, как опять сказав отныне, он, однако, не перестает пищить о них. И, следовательно, сказал это для того, чтобы возбудить их. И затем пошел к Иусту, которого дом был подле синагоги. Поселился в соседнем доме, чтобы это самое соседство возбудило в них ревность, если бы они захотели. Крис был начальник. И это весьма много могло содействовать к их обращению. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и кто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Смотри, каким образом он убеждает его, и как потом говорит ему то, что особенно ободряло его, потому что у меня много людей в этом городе. «Как же, скажет кто-нибудь, они все вместе напали на него, но они ничего не сделали ему, а только привели к проконсулу. И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие». Между тем, во время проконсульства Галеона и Ахаи напали иудеи, и на души напали и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Видишь ли, для чего они всегда представляли свои обвинения всенародных. Но посмотри, когда они сказали, что не по закону, проконсул нисколько не обращает на это внимания, а напротив еще защищает Павла. Послушай, как он отвечает. Когда Павел хотел открыть уста Галеона, он сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушивать вас». Он был, кажется, мне человек кроткий, это видно изъяву благоразумного ответа. «Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все елены, схватившись со сфены начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. И отсюда опять видна крутость этого мужа. Когда того били, он не почел этого для себя оскорблением. Так дерзки были иудеи. 344. Но рассмотрим прочитанное выше. «Слышавши же о воскресении мертвых, одни насмехались. Слыша так много великого и высокого, они не обращали внимания, но смеялись. А смеялись они над учением о воскресении. Ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. И так, говорит писатель, Павел вышел из среды их так, как, убедивши одних, осмеяны другими». Смотри, как закон начинает уже терять силу. Будучи иудеем, он остригся впоследствии в Кенхреях и отправился с Павлом в Сирию. Будучи пантеанином, он поспешил идти не в Иерусалим или ближе к нему, но дальше. У него и пребывает Павел, и пребывает не стыдится, но потому и пребывает, что находит здесь убежище удобное, гораздо удобнее для него царских чертогов. Не смейся слышать это, возлюбленный. Ведь как для борцов более полезна полестра, это школа, в которой упражнялись в борьбе, нежели мягкая ложа. Так и для воина меч железный, а не золотой. И дальше проповедовали. «Устыдимся мы, которые не проповедуя, живем праздно». Отступил, надеясь таким образом скорее обратить их. Для чего в самом деле он, оставив тот дом, поселился ближе к синагоге? Не для этого ли? Он не видел опасности и там. Свидетельствует, говорит им. Уже не учит, но свидетельствует. Протерящимся же им, говорит, и хулящим. Он отряз одежды, говоря «Кровь ваша на главах ваших». Делает это для того, чтобы не только словом, но и делом устрашить их. И говорит им с большей силой, как уже убедивший многих. «Я чист, так и мы виновны в крови тех, которые вверены нам, если не родим о них». Подобным образом говорит он. Галатам 6.17 Говорит для того, чтобы устрашить, так как не столько могло устрашить их наказание, сколько это угроза. И оттуда Прошет пришел в дом Иуста, переходит, желая внушить им, что он отошел к язычникам. Смотри, как тогда верные делали это целыми семействами. Веровали Господу со всем домом своим. И крестились. Начальником синагоги здесь называется тот самый Крисп, о котором Павел говорит в послании. Что ни одного не крестил, кроме Криспа и Гаия. А этот, мне кажется, называется Исосфеном, так как этот муж был столько верен, что и был бит и всегда находился при Павле. Потому он и оставался там долгое время, хотя побуждало его к этому и множество верующих. Но благоволение Христово более. А предстояла большая опасность. Когда уверовали многие, и даже сам начальник синагоги, не бойся, говорит. Этого достаточно было, чтобы ободрить его. Он обличается в боязни. Или лучше не обличается, но ободряется. Чтобы этого с ним не случилось. Бог не попускал апостолам постоянно терпеть бедствия, чтобы они не изнемогли. Павла же ничто столько не огорчало, как неверующие, как противившиеся. Это было для него тяжелее самих опасностей. И не умолкай, говорит, потому что у меня много здесь людей в этом городе. Может быть, поэтому и является ему Христос. Смотри, как они нападают спустя год и шесть месяцев, когда уже не имели права пользоваться своими законами. Коринфян особенно ободряло то убеждение, что правитель не унизит себя, так как не все равно было, победить ли посредством словопрения или внушить, что об этом деле он нисколько не заботится. И посмотри, как он был благоразумен в ответе своем, он не сказал прямо, это не мое дело, но что, если бы была какая неправда или злой умысел, вот блестящая победа, что прогнал их от судилища. Какой стыд они испытали. И говорит, что Галеон немало не заботился о том, хотя все было сделано для его оскорбления, а они, как бы власть какую имея, бьют начальника, постыдно совершая дело безумной ярости. Почему же он не бил их с своей стороны, хотя имел власть над ними, чтобы они научились любомудрие? Он не бьет их со своей стороны, чтобы судья узнал, кто из них более кроток. Это немало принесло пользы и присутствующим. Кротость одних и дерзость других показывали, что для всего этого нужен судебный приговор. Но они все делали беспорядочно. И не сказал, не должно, чтобы они в другой раз не стали бить его, но не хочу. Судья вам говорит, не хочу быть. Так кроток был этот муж. Подобным образом и Пилат говорил о Христе. Возьмите его и судите по закону вашему. Он хотел, чтобы они судили по закону, а не поступали как пьяные и беснующиеся. Потому Павел прибыл из-за фин в Карин, что здесь были многие люди. Он был бит и ничего не говорил. 346. Будем и мы подражать ему. Бьющим нас будем воздавать кротостью, молчанием, долготерпением. Это раны более тяжкие. Удар более сильный и действительный. Так как тяжко поражение не тела, а души. Мы многим наносим удары. Но если это делается по дружбе, то даже нравится. Если же ты будешь бить кого-нибудь с гневом, то касаешься его сердцем. И потому причиняешь ему великое огорчение. Так мы поражаем боли сердца их. Докажем же по возможности, что кротость поражает боли, нежели сопротивление. Яснейшее доказательство этого было бы из дел и из опыта. Но если угодно, объясним это и словом. Хотя мы уже многократно делали это. При оскорблении мы ничем столько не огорчаемся, как мнением присутствующих. Не все равно получить оскорбление при всех или наедине. Мы переносим легко те оскорбления, которые наносятся нам наедине, когда нет свидетелей и никто не знает о том. Следовательно, не самое оскорбление огорчает нас, но то, что оно наносится при всех, так что если бы кто-нибудь при всех хвалил нас, а наедине поносил, то мы еще были бы ему благодарны. Значит, огорчение зависит не от самого оскорбления, но от мнения присутствующих, перед которыми мы не хотим казаться достойными презрения. Теперь, что если мнение их будет в нашу пользу? Не больше ли потерпит сам оскорбитель, если они подадут голос за нас? Кого же, скажи мне, осуждает посторонний свидетель, того ли, кто наносит оскорбление, или того, кто подвергается ему и молчит? Гнев увлекает нас в то время, когда наносится оскорбление. Посмотрим же теперь, когда мы свободны от этой страсти, чтобы нам не увлекаться, и тогда. Кого все мы осуждаем, без сомнения, того, кто наносит оскорбление? Если он ниже нас, мы говорим, что он беснуется. Если равен, говорим, он безумствует. Если выше, и тогда не одобряем. Кто, скажи мне, достойный одобрения? Тот ли, кто возмущается, неистовствует, свирепствует, как дикий зверь, восставая против имеющих одинаковую с ним природу? Или тот, кто пребывает в спокойствии, как в пристани, и сохраняет великое любомудрие? Последний, не уподобляется ли ангелу? А тот похож ли на человека? Тот и собственного зла сдержать не может, а этот удерживает и чужое. Тот и самим собой владеть не может, а этот обуздывает и другого. Тот терпит кораблекрушение, а этот плывет безопасно на своем корабле при попутном ветре. Он именно не позволяет ветру гнева устремляться в паруса и потоплять мысленную ладью его. Но легкий и приятный ветер, дыхание незлобие, верит ему и с великим спокойствием приводит его в пристань любомудрие. Как во время крушения корабля, плывущие на нем не знают, что они выбрасывают в море, свою ли собственность, или вверено им достояние других, но бросают без разбора все, в нем находящееся, и драгоценное, и недрагоценное. Когда же буря прекратится, то размышляя о том, что бросили, плачет и не радуется тихой погоде по причине потери выброшенного, так точно и здесь. Когда свирепствует гнев и поднимается эта буря, не думает, что нужно выбросить и чего нет. Когда же гнев прекратится, тогда размышляя о том, что выбросили, видит только вред и не радуется самому спокойствию, вспоминая, какими словами осрамили себя и какой великий ущерб понесли не в деньгах, но в отношении к смирению и кротости. Подвина гнев есть тьма. Сказал безумный сердце своем, нет Бога. Можно, кажется, и о гневающемся сказать, сказал гневающийся, нет Бога. Он по множеству гнева своего не взыщет, говорит. Если же является помыслом благочестивый, то все другие помыслы он устраняет, отгоняет и не спровергает. Если ты не чувствуешь, как ты терпишь вред более оскорбляемого, то оскорбляй. Если не будет никого, кто стал бы осуждать тебя, то суд совести, постигнув тебя наедине, накажет в тысячу раз более. В самом деле, когда ты слышишь, что оскорбленный тобой не сказал ни одного обидного слова, не скорбишь ли ты более его? Как, скажи мне, человека тихого, смиренного и кроткого ты осыпал тысячи укоризн? Так говорим мы часто, но не видим, чтобы тоже было соблюдаемо на деле. Как ты, человек, оскорбляешь человека? Раб, подобного себе раба. Но что удивиться этому, когда многие оскорбляют самого Бога? 348. Да будет это утешением для вас, которые терпят оскорбления. Вас оскорбляют? Бывает оскорбляем и Бог. Вас поносит? Бывает поносим и Бог. Вас подвергает оплеванию? Тоже терпелый Господь наш. В этом Он имеет общее с нами, а в противном этому нет. Он никогда несправедливо не оскорблял, да не будет. Не поносил, не обижал. Следовательно, мы оскорбляемые имеем с Ним общее, а не вы оскорбляющее. Переносить оскорбление свойственно Богу, а оскорблять напрасно дьяволу. Вот две противные стороны. Беса имеешь. Такие слова выслушал Христос. Его планете ударил раб архиереев. На сторону этих людей становится оскорбляюще и несправедливо. Действительно так. Так, если Петр был назван сатаной за одно только слово, то тем более такие люди могут быть названы иудеями, когда творят дела иудеев, а эти названы сынами дьявола, потому что творили дела дьявола. Ты оскорбляешь другого, но скажи мне, кто ты? Или лучше, потому ты и оскорбляешь, что сам ты ничто. Человеку не свойственно носить оскорбление. При столкновении говорят, ты кто? Напротив, следовало бы говорить, оскорбляй, ведь ты ничто. Теперь, когда мы говорим оскорбителю, ты кто? Слышим в ответ, во всех отношениях лучше тебя. Между тем, следовало бы говорить противное. Но как мы дурно предлагаем вопрос, то и он дурной дает ответ, значит, виноваты мы сами. Мы обращаемся к оскорбителям, как бы к каким-то великим людям, когда говорим, ты кто, что оскорбляешь? Поэтому они так отвечают, а следовало бы говорить противно, ты оскорбляешь? Оскорбляй, ведь ты ничто. Скорее к тем, которые не наносят оскорбление, следовало бы говорить, ты кто, что не оскорбляешь? Ты выше естества человечества. В том и благородство, в том и свобода, чтобы никому не говорить ничего унизительного, хотя бы иной и был достоин того. Скажи мне, сколько есть людей, достойных смерти? И однако судья сам собой не осуждает их, но допрашивает, и при том не сам лично. Если же не принято, чтобы судья сам говорил с дурным человеком, то для этого нужен какой-нибудь посредник. То ни тем ли более мы не должны оскорблять людей, равных нам? Мы не столько получим пользу от оскорблений других, сколько от убеждения, что в таком случае мы унижаем самих себя. Итак, дурных людей не должно оскорблять по этой причине, а добрых еще по-другой, потому что они не заслуживают того. Есть еще и третье, та, что не должно быть оскорбителем. А теперь посмотри, что происходит. Человек оскорбляется и унижается, а с ним вместе оскорбляющий и все наблюдающие это. Что же, не привести ли зверей к ним, чтобы решить дело? Остается это одно средство. Если люди рады наносить друг другу оскорбление, то остается предоставить зверям примирение. Как в доме, когда ссорятся господа, примирение их остается ожидать от слуг. Этого требует самое существо дела, хотя, может быть, этого и не бывает. Так и здесь. Ты оскорбляешь? Неудивительно, ведь ты не человек. Оскорбление кажется каким-то великим делом, он почитается приличным людям великим. Но это скорее прилично рабам, а свободным приличны добрые речи. Как делать зло свойственно первым, так терпеть зло свойственно последним. Например, служанка, намеревающаяся украсть, тайно похищает добро господина своего. Так бывает и с оскорблением. Как вор, скажем, вошедший осторожно озирается кругом ища похитить что-нибудь, так и этот высматривает все, чтобы выдать что-нибудь другим. Изобразим его еще другим примером. Как тот, кто похитил из дому нечистые сосуды и вынес их перед всеми. Не столько стыдится дело похищения, сколько самого себя, видя, что он похитил и вынес такие сосуды, так и этот. Высказав перед всеми сквернословные речи, срамит этими словами не других, а себя, высказав их и осквернив ими свой язык и разум. Когда мы ссоримся с другими дурными людьми, то бываем то же, что человеком, который бьет другого лежащего в грязи, он пачкает себя самого, касаясь грязи своими руками. Помня все это, увещеваю вас, будем избегать этого зла. Будем иметь благоресилый язык, чтобы, соблюдая себя чистыми от всякой укоризны, мы могли безопасно провести настоящую жизнь. Исподобиться благ, обетованных любящим Бога, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне пресно и во веки веков. Аминь.